Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена дополнительным сервисам, которые есть. На данный момент в этом году, которые начали работать по облегчению, так сказать, жизни с едиными налоговыми платежами. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть адрес нашей электронной почты, телефоны, телеграм-контакты и, соответственно, адрес сайта. Если вам не удалось посмотреть, например, в удобное время вебинары или вы не смогли досмотреть его до конца, то вы можете позже вернуться на сайт. Мы выкладываем записи вебинаров, ну и, соответственно, вы сможете посмотреть, послушать в удобное для вас время. И, может быть, еще что-то найдете для вас интересное. Информации у нас там много, так что приглашаем посетить наши информационные ресурсы. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика ДНС Галина Гардышева. Итак, начинаем. Программа нашей сегодняшней встречи, вы видите ее на экране, она будет вот по такому плану, но немножко с изменениями. С какими изменениями? То есть, на самом деле, сервисы, некоторые уже введены в действие, некоторые имеют особенности введения, связанные с личными подписами и так далее. То есть, мы будем говорить и об этих темах, которые у нас задекларированы в программе, и немножко отклоняться в сторону, так сказать, попутную информацию с вами обсуждать. Как будет построена наша сегодняшняя встреча? Нормативные, так сказать, требования мы будем смотреть с вами на слайдиках и будем попутно переключаться на демо-версии конфигурации. Сейчас я это сделаю. То есть, вот таким образом. Демо-версии. Ну, во-первых, это, естественно, ERP-шная демо-база, где я буду показывать определенные примеры. И пару раз мы с вами переключимся на демо-базу бухгалтерии, потому что в бухгалтерии у нас там происходили достаточно серьезные изменения, начиная со 147-го релиза. Мы про них так вскользь немножечко затронем эту информацию. Почему? Потому что, на самом деле, у нас в ERP входит блок бухгалтерии, практически полный функционал, который есть в бухгалтерии. Ну, и если вам приходится, допустим, обмениваться данными с этими конфигурациями, ну, просто чтобы вы ориентировались и понимали, что, откуда берется, почему, каким образом. То есть, сейчас мы снова на демо по ERP переключимся. И до того, как мы вернемся к нашему плану, к нашим слайдам, я хочу сделать такое небольшое отступление, поскольку у нас очень много постоянно происходит изменений и в формах отчетности, и в каких-то механизмах. То, естественно, нужно следить за тем, чтобы у вас была актуальная версия вашей конфигурации. По ERP мы будем смотреть с вами сегодня на одном из последних релизов. Значит, посмотреть, какой релиз вы можете вот по такой пиктограммке. Она есть практически во всех конфигурациях. И когда мы переходим по этой пиктограммке, нас будет интересовать вот этот пункт меню. Информация и с точечкой в окружности. Это информация о программе. Значит, здесь мы видим релиз нашей платформы, извините. И вот здесь мы с вами ниже можем посмотреть релиз самой конфигурации. В нашем случае мы будем смотреть с вами 15-й релиз. Это один из самых последних релизов. Он у нас 23 января принятый. Так что обратите внимание, потому что, во-первых, были внесены некоторые исправления, которые касались работы с казначейскими счетами. Ну, то есть вот такие моменты. Ну, плюс исправлены какие-то ошибки, которые раньше многих заставляли понервничать, многих пользователей. Ну, и, соответственно, этот релиз содержит уже все актуальные формы регламентированных отчетов, бланков. Ну, то есть с ним уже спокойно можно работать дальше. Итак, мы с вами возвращаемся снова к нашим слайдикам. Так, и поговорим вот о чем. Ну, в первую очередь мы с вами поговорим про изменения, которые произошли в ВГНП в 2024 году. Ну, наверное, самое такое, как вы знаете, громкое изменение, это то, что с 2024 года мы с вами в обязательном порядке подаем, ну, во-первых, только уведомления по ВГНП, а во-вторых, по НДФЛ мы подаем их дважды, два раза. Соответственно, вот таким образом. Ну, форма уведомления у нас практически осталась. Документ, который утверждает эту форму, форму уведомления в налоговую инспекцию, вы видите, вот он, выделен жирным. И, соответственно, в нормативных информационных ресурсах, там, типа, консультанта, астрала, гаранта и так далее, можно найти приложение к этому приказу, ну, то есть, чтобы проверить форму уведомления. На самом деле, в информации, в самой конфигурации она уже у нас новая. И можно отдельно не смотреть саму форму этого документа. Ну, и, как я уже сказала, был изменен порядок заполнения по НДФЛ. Ну, собственно говоря, изменения были связаны и с тем, что стало обязательным подача двух уведомлений, и с тем, что были введены новые коды. Ну, во-первых, новые коды по операции, по расчетным периодам. И теперь, в общем-то, когда мы с вами заполняем уведомления по НДФЛ, то мы с вами должны помнить, что первый период, по которому мы подаем уведомления, это с 1 по 22 число. Ну, и, соответственно, видите, вот годировку. Первый, второй или третий месяц квартала, соответственно. И следующий период с 23 числа по последнее число месяца. То есть, соответственно, 30 или 31, ну, если вот февраль, то 28 или 29. И в этом случае у нас будут, обратите внимание, 11, 12, 13. То есть за первый, второй и третий месяц квартала тоже соответственно. В остальных коды отчетных периодов останутся, в остальных я имею в виду уведомлениях по другим налогам, они останутся прежними. То есть 21 это первый квартал, 31 это второй, 33 это третий и 34 это четвертый. То есть, обратите внимание, эта кодировка касается других налогов, налогов, других деклараций, в которых будет указан вот такой период. Соответственно, сроки предоставления двух уведомлений у нас теперь тоже немножко другие. То есть 25 числа первого текущего месяца, это мы с вами подаем сведения с 1 по 22 день. То есть с 1 по 22 число. Ну и срок уплаты у нас 28 число, так же как и было. Здесь у нас ничего не изменилось. А вот с 23 по 31, 30 или 30, или 30, или 31, мы должны подать уведомления 3 числа следующего месяца, а заплатить 5 числа следующего месяца. Обратите внимание. То есть у нас с вами есть 2 дня на промежуточную оплату. Ну и то, что немножко выбивается из этого графика, это декабрьские начисления. То есть в этом случае у нас идет с 23 по 31 декабря. И уведомления мы должны отправить последним рабочим днем года. И точно так же срок уплаты последним рабочим днем года. В принципе, вот такая информация размещена очень на многих информационных ресурсах. Так что это не только наш, так сказать, ноу-хау. То есть такую информацию вы можете найти везде. И у сопровождающих, допустим, информационных ресурсов, и у операторов электронной отчетности. То есть достаточно много где размещена такая информация. И, естественно, ну то есть много где пишут, что бухгалтерам в этом случае нужно забыть про отпуска, потому что практически дважды в месяц они должны готовить вот такие документы. Ну, единственный плюс сейчас, наверное, состоит в том, что сейчас у нас уже с вами февраль на носу. То есть январьский тихий шок мы пережили, когда было много что-то непонятно. И уже немножко информация в голове улеглась. Сейчас я перейду на слайдик, покажу вам вот такой слайд, а потом мы переключимся на демо-базу. Значит, соответственно, у нас с вами работа с единым налоговым счетом реализована в разделе регламентированный учет. Здесь у нас с вами есть блок, то есть единый налоговый счет. И, соответственно, есть сервис. Сервис – это, так сказать, информация на фоне, фоновая информация. Просто обратите на нее внимание. Вернемся мы к ней ближе к концу нашей встречи. Просто, чтобы вы обратили внимание на некоторые тонкости, которые здесь есть. А вот единый налоговый счет. Это мы с вами слайдик смотрим из демо-базы ERP. Видите, как он у нас выглядит. То есть начисление платежа, уведомления, корректировка расчетов по налогам и помощник перехода на единый налоговый счет. Вот мы с вами туда сейчас переключимся. Итак, у нас с вами наша демо-база ERP-шная и раздел «Регламентированный учет». Вот он блок «Единый налоговый счет». И, как вы видите, у нас здесь немножко больше информации, чем я вам на слайдике показывала. То есть начисление, уведомления, корректировки, помощник перехода на ЕНС и личный кабинет единого налогового счета. Если мы с вами сейчас на слайдик вернемся, то, видите, у меня здесь нет личного кабинета, потому что вот этот слайдик сделан с предыдущего релиза программы, где еще такого сервиса не было. Почему я и акцентировала ваше внимание именно на релизе? Потому что если вы попытаетесь найти личного помощника в более ранних релизах, то, соответственно, у вас это, к сожалению, не получится. Личный кабинет единого налогового счета. Ну, то есть начисление ЕНП. Вот у меня сделано здесь чисто для образца. То есть если мы хотим сделать начисление, то мы можем просто воспользоваться данными либо декларацией, либо данными, которые у нас уже есть по расчетам в программе. Обратите внимание, что по данным учета заработной платы, то есть предполагается, что вы делаете, ведете расчет зарплаты, ну, соответственно, кадровый учет, учет зарплаты, что вы ведете в этой конфигурации 1S ERP. В этом случае программа берет данные из ваших учетных данных и при закрытии месяца формирует вам автоматически все, что требуется. Так, это мы с вами сейчас закроем. И на минутку мы быстренько зайдем в бухгалтерию. В бухгалтерии у нас немножко другая компоновка. То есть обратите внимание, это у нас раздел отчеты. И здесь у нас есть немножко другие пункты. И операции, раздел операции. Вот у нас здесь блок единого налогового счета. И он тоже включает в себя помощник перехода на ИНС, потому что по бухгалтерии у меня не самый последний релиз, в отличие от ERP. Но абсолютно, как вы видите, такой же функционал. Снова вернулись в ERP, любимая. Так, и теперь что у нас здесь с вами получается. То есть когда мы с вами переходим в блок регламентированного учета, у нас с вами есть блок, где мы формируем единые уведомления. Можем мы выполнить начисление единого налогового платежа, например, если у вас еще не составлена отчетность и по какой-то другой причине. Ну, то есть я, например, на коленке посчитала. И хочу быстренько-быстренько все отдать людям, а в программе провести уведомление, чтобы уже заплатить деньги. Тогда мне, конечно, стоит воспользоваться начислением ИНС. Само по себе уведомление. Нам чуть-чуть это закрыло. Вот так сейчас сделаем. Так, значит, соответственно... Бухгалтерию мы с вами сейчас закроем, потому что больше мы сюда обращаться не будем, к сожалению, просто запутаем вас в конфигурациях. И будем дальше работать только с ERP. Значит, раздел «Рекламентированный учет» под раздел «Уведомления». И здесь у нас с вами создание самих уведомлений для налоговых органов. Ну, во-первых, мы, естественно, выбираем предприятие, которое мы должны с вами... Ну, которое хотим. У меня заданы настройки, что у меня мультифирменный учет, поэтому юридических лиц у меня много, но я вот выберу, допустим, пусть будет «Деловой союз». И, соответственно, я в этом случае нажимаю кнопочку «Создать» и здесь уже задаю сведения, которые меня интересуют. Ну, фактически, если бы у меня здесь были уже какие-то данные, достаточно было бы нажать кнопочку «Заполнить». А так, допустим, я могу на кнопочку «Добавить» и «Единый налоговый платеж». У меня, соответственно, проставляются сведения КБК, налоговая, в которой я зарегистрирована. И вот здесь обратите внимание. Если я работаю с НДФЛ, то в этом случае при работе с, допустим, двумя уведомлениями я нажимаю январь, и в этом случае у меня здесь будет доступно задание периода, то есть первая половина месяца или вторая половина месяца. Но поскольку, то есть будет указано период с первого по 22, либо с 23 до конца месяца. Поскольку у меня, к сожалению, здесь в демо-версии зарплата не рассчитана, не заполнена, то я сама по себе уведомление показать вам, ну, не смогу показать такой механизм. И здесь у нас с вами будут стоять суммы, которые начислены, ну, например, пусть у меня будет полторы тысячи НДФЛ начисленного. Соответственно, Соответственно, у меня есть еще верхняя линейка клавиш, и я отсюда могу уже выбирать, то есть выгрузить мне или сделать какие-то другие действия. Вот, про выгрузить я вам сказала не за просто так, а это, собственно говоря, плавный переход к теме нашего сегодняшнего вебинара. То есть все, что мы говорили до этого, можно считать преамбулой. А выгрузка каким образом связана с темой нашего вебинара, то есть темой нашей встречи самым непосредственным, потому что мы с вами говорим сегодня про личный помощник. А личный помощник... Вот так. Получается переключить. А вот. А, соответственно, личный помощник у нас связан с подключением к некоторым сервисам. Но я хочу еще сделать небольшое отступление. То есть мы с вами посмотрели сейчас на Домбазе, ну, то есть начисление единого налогового платежа, создание уведомлений и так далее. Ну, и хочу напомнить, что единый налоговый платеж у нас заменяет уплату налогов по разным отчетам. И поскольку у нас, собственно говоря, было много изменений в 23-м году, то, в общем-то, изменялись и формы отчетности, естественно. Вот вы сейчас на экране видите новые формы отчетности, которые у нас с 24-го года в обязательном порядке применяются. И это, во-первых, расчет 6 НДФЛ, то есть НДФЛ, про который мы с вами только что разговаривали. Декларация 3 НДФЛ, которая тот же самый НДФЛ, только в другой ситуации. РСВ, упрощенка. И будет еще корректироваться отчет ЕФС-1, то есть это по заработной плате. Ну и, соответственно, персонифицированные формы по пенсионному учету. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот эти формы стоит проверить до того, как вы начали формировать по ним отчетность. Ну и, естественно, уведомления. А вот теперь мы с вами переходим еще к одной нормативной информации, достаточно, в общем-то, интересной. Соответственно, поскольку у нас был введен в прошлом году и обязательно электронный документ оборот, например, по транспортным услугам, ну и, естественно, и по другим некоторым вещам, по НДС у нас с вами электронные документы обороты внедрен полностью и так далее, то в Одинэске, естественно, делаются дополнительные сервисы, которые расширяют функционал и, в общем-то, призваны облегчить жизнь. Иногда это получается, иногда не особенно, но, тем не менее, попытки такие и есть. И вот тем нашла с вами сегодняшнего вебинара, сегодняшняя встреча, это личный кабинет по единому налоговому счету. И это как раз-таки вот одна из последних разработок. То есть прямо из программы, чтобы мы могли работать из конфигурации с личным кабинетом налогоплательщика по части единого налогового счета. С прошлого года, обратите внимание, с 11 месяца, то есть с ноября, появилась информация о том, что в бухгалтерии такая возможность уже реализована. Почему мы с вами сегодня с утра немножко заглядывали в начале нашей встречи, заглядывали в бухгалтерию? Это как раз-таки потому, что у ERP полностью функционал бухгалтерии реализован, но только немножко в другой компоновке. И, как видите, немножко сейчас есть разница в реализованных сервисах. То есть сейчас уже могут воспользоваться такой интеграцией, то есть интеграция личного кабинета с налоговой инспекцией, те, у кого установлен сервис 1С отчетность. Вот видите, 1С отчетность. Сейчас мы с вами вернемся снова к нашей демо-базе. И вот, что хотел бы я вам показать. То есть на самом деле в ERP вот блок 1С отчетность. И когда мы переходим по какой-либо из этих ссылок, то программа себя хвалит. И точнее говоря, хвалит она именно этот сервис 1С отчетность. Обратите внимание, то есть это у нас и название раздела 1С отчетность, и название сервиса 1С отчетность. То есть если очень концентрировано, то этот сервис позволяет напрямую с сайтом налоговых органов производить обмен информацией. То есть если обычный путь, это мы создаем какой-то документ, потом выгружаем его во внешний файл. Этот внешний файл передаем оператору КС, и уже оператор пересылает этот файл в налоговые органы, получает от них отчетность, и эту отчетность передает нам. Ну, либо неотчетность, либо какие-то требования, либо подтверждение о том, что отчетность принято, то есть в зависимости от ситуации, то сервис 1С отчетность позволяет проводить такую операцию самостоятельно, то есть напрямую. Поподробнее про этот сервис можно почитать по этой ссылочке, и подключиться к нему очень несложно. Он работал в тестовом режиме, и здесь смысл в чем, что практически все, кто работает с программами 1С, должны иметь подписку ИТС, то есть информационно-технологическое сопровождение. Там много всякой полезной информации, но одна из таких полезных плюшечек, собственно говоря, заключается в том, что для пользователей, у которых ИТС проф, такой сервис бесплатный для одного юридического лица или предпринимателя. Ну, если у вас много мультифирменного учета, то есть много юридических лиц, то, соответственно, это будет уже зависеть от того, сколько у вас юрлиц, то есть за них нужно будет доплачивать дополнительно. Ну, в зависимости от того, сколько у вас лицензий и так далее. Те, у кого подписка ИТС техно, тем такой сервис доступен за дополнительные деньги. Ну, деньги, в общем-то, достаточно не просто дружественные, а можно даже сказать очень-очень дружественные, потому что, например, такие дополнительные платы взимаются за сервис проверка контрагента. Она на год стоит порядка 4800 рублей. То есть за месяц, как вы понимаете, цифра получается вполне себе дружественной. А, например, мультифирменный, мультипользовательский сервис можно купить до 1200 рублей. Ну, и, соответственно, вот этот сервис, то есть сервис и бизнес-отчетность тоже можно дополнительно за год купить за очень небольшие деньги. Собственно говоря, после того, как вы приобретаете дополнительно этот сервис, вам доступна вот эта новая функция, которая появилась в 1С. Это личный кабинет. Не путайте, в 1С у нас есть еще несколько похожих словосочетаний, то есть личный кабинет. Есть личный кабинет сотрудника, есть личные кабинеты, которые вы видите в разделе 1С-отчетность. Вот они у нас, вот как вы видите. И теперь у нас личный кабинет по ЕНП, то есть по платежам. А сейчас мы снова с вами вернемся к нашим слайдикам. Я вам покажу пару слайдиков, а потом мы снова вернемся к настройкам и к самой интеграции. То есть, соответственно, в этом случае нужно проверить, как у вас дело обстоит с подписями. То есть, в принципе, у вас должен быть КЭП, то есть квалифицированная электронная подпись, которая, как вы знаете, в последнее время выпускается только налоговыми органами и в основном выпускается при личном визите в налоговую службу. Если у вас уже КЭП выпущен был, то его можно было просто обновить. И есть еще одна тонкость, то есть авторизироваться в личном кабинете для работы с ЕНС можно на основании отправленного в налоговые службы согласия налогоплательщика на раскрытие налоговой тайны. На самом деле, звучит, конечно, устрашающее раскрытие налоговой тайны. На самом деле, все эти сведения уже давным-давно не составляют такую уж прямо страшную налоговую тайну, потому что отчетность печатается в открытом доступе, то есть публикуется в открытом доступе на сайтах ГИБРО и декларации, и балансы, и, соответственно, практически, то есть полностью финансовое состояние предприятия там можно посмотреть. Ну и многие сервисы дополнительные, ну, например, за честный бизнес. Очень приятный сервис, который позволяет посмотреть сведения про организацию и не только про ее отчетность, но и про ее руководителей, и про ее деятельность. Ну, в общем, короче, многое про что. То есть как таковой налоговой тайны, которую, в общем-то, нужно билить в казине ЦОК, при составлении такого заявления вы не раскроете. И зачем нам это нужно? Поскольку личный кабинет налоговой инспекции в части ЕНС, это у нас единое рабочее место. И, соответственно, вот если у вас какие-то проблемы с подписями, то в этом случае вы можете отправить согласие на раскрытие налоговой тайны, и отправить это согласие вы можете, ну, из самой конфигурации. И в этом случае вам нужна просто интеграция. Сейчас я вам покажу еще один слайдик. Это мы уже с вами переключаемся к налоговой отчетности. То есть именно сервис подключения к налоговой отчетности. Как вы видите, я выделила здесь ссылочка, гиперссылка на тарифы, на подключение. И еще одно обратите внимание на получение сертификата. Сейчас мы туда вернемся, в нашу ДЭМ-базу. Я поподробнее расскажу про вот это всплывающее меню и почему мы на это должны обратить внимание. регламентированный учет мы открываем с вами и пытаемся запустить личный кабинет. Именно пытаемся, потому что у меня не настроена работа с 1С-отчетностью, поскольку у ДЭМ-баз у них не существует реальных номеров программы и реальных юридических лиц. Они придуманы, поэтому любая авторизация с сайтом для ДЭМ-программы достаточно проблемна. То есть мы с вами в разделе регламентированный учет переходим в личный кабинет и, соответственно, после этого у меня возникает вот такая картинка. То есть, во-первых, предупреждение, что сервис работает в тестовом режиме. Как вы понимаете, такая картинка скоро пропадет, потому что, на самом деле, это очень активно и развивается, и тестируется, и используется. Но, тем не менее, я выбираю организацию, которая меня интересует. И пытаюсь активизировать. Мне программа говорит, ничего подобного. Сначала подключите наш сервис. И если мы переходим вот сюда, то у нас открывается вот такое диалоговое окно. Вот раздел тарифы, на который я вам на слайдике обращала внимание. Если мы переходим, соответственно, по этой ссылке, то мы можем посмотреть разные варианты тарифов. И для перехода, для того, чтобы вы могли посмотреть, что это такое и зачем оно вам нужно, есть возможность тестовый тариф сделать, ну, подключить. Мы потом к этому вернемся. Я вам покажу на слайдике, как он называется. Ну, соответственно, мы должны ввести регистрационный номер программы, который я вам присвоил. Ну, поскольку у меня демобаза, то есть все данные придуманы. Вот такой небольшой сервис. Это тематическая подсказка. То есть там, где вы видите вот такие вопросительные знаки, то такая подсказка есть. Вы на нее можете нажать и посмотреть, что конкретно в этом, в данном поле должно быть указано. Вот, как вы видите, я ее открыла. То есть вы заполняете, соответственно, свои регистрационные данные и пользователя. То есть вы можете задать, что только вы один можете пользоваться, например, этим сервисом. В этом случае тарифы будут, естественно, ниже. Или вы можете задать многопользовательский режим и в этом случае отметить, кто еще из ваших коллег должен иметь такое право, то есть пользоваться вот этим сервисом. Так, это мы убрали. Ну и по подписи, то есть, как вы видите, здесь должны быть данные по сертификату пользователя. То есть, если у вас, например, сертификат может быть оформлен не на директора, а на главного бухгалтера или на какого-то другого сотрудника, то вы можете просто его выбрать. А вот здесь, обратите внимание, сертификат электронной подписи. То есть можно издать новые, можно, естественно, использовать уже существующие. И вот здесь у меня стоит выбор, ну, учебный центр, аналитический центр и так далее. То есть здесь, если я оставлю вот эту запись, то у меня ничего не получится. Потому что, как вы знаете, электронные подписи КЭП оформляют только налоговые органы. И если я сейчас, например, не обратила внимание, прощелкала и пошла дальше, то мне программа ругнется и скажет, что выберите другое. То есть в этом случае я должна буду вернуться и выбрать налоговые органы. Но дистанционно КЭП у нас не оформляется. И программа мне пишет, что удостоверяющий центр ФНС приостановил возможность получения сертификата путем отправки заявления. То есть нужно обратиться непосредственно в налоговый орган. Но более подробно можно по гиперссылке перейти и почитать. То есть для того, чтобы оформить подпись, нужно прокатиться в налоговые органы. Если вы, например, этого не делали в начале года. То есть на самом деле процедура получения подписи абсолютно без изменений осталась. То есть она в налоговых органах оформляется. Ну, если я, допустим, поставлю, чтобы использовать существующий сертификат, то я должна буду... Ну, то есть у меня на компьютере этот сертификат должен быть размещен. То есть в этом случае мне надо либо помощь айтишников, которые знают, в каком месте записана информация про сертификат, ну, либо самостоятельно, если вы сами знаете. И, как вы видите, у меня дальше поля с красным подчеркиванием. То есть это, естественно, обозначает, что такие поля обязательны для заполнения. И если я их не заполню, то программа не даст мне записать данную информацию и будет возвращать меня в конкретное поле, которое не заполнено. И, соответственно, здесь же у меня обмен с электронным документооборотом. То есть если я ставлю чекбокс, это вот такая красивая зеленая галочка, то у меня будет подключен ИДО. И по вот такой гиперссылке я могу сразу выставить какие-то настройки. А еще один момент. То есть если у меня есть... Ну, то есть не если есть, а у меня есть, естественно, регистрационные данные, подписка ИТС. И вообще обычно вот такая настройка делается всегда. То есть я указываю свой логин и пароль для записи, для перехода в интернет-поддержку. И, соответственно, чтобы мне лишний раз именно в конфигурации не морочить голову, я ставлю здесь чекбокс. В этом случае у меня такая проверка уже не возникает. А поскольку у меня не заполнено ничего, то я не могу пользоваться сведениями, которые расположены на этих подписках. И настройки подключения к ИДО тоже, соответственно, по ходу пьесы. Мы заполняем все, что здесь есть. И, как вы знаете, в 1С все настройки, в общем-то, сводятся к тому, что нужно очень внимательно читать, что вы записываете, и заполнять все поля без пропусков. Потому что если вы где-то схалтурили и оставили без записи какое-то поле, то это значит, что у вас либо это поле не будет заполняться в какой-то отчетности, например, в декларации не будут заполняться адреса или еще в каких-то отчетах. То есть, соответственно, вам придется в этом случае в режиме ручного редактирования их туда вписывать, что, во-первых, не исключает ошибки, а, во-вторых, естественно, требует дополнительного времени, то есть задерживает вашу работу. Поэтому я здесь закрываю и хотела вот именно обратить ваше внимание на настройки. И если у меня все в порядке с сертификатом, я нашла, где он у меня написан, я подключила его сюда и отправляю заявление. Значит, в этом случае у меня происходит подключение к сервису 1С отчетность и в этом случае мне становится доступным и становится доступна не только 1С отчетность, но и личный кабинет. Обратите внимание, личный кабинет у нас есть, настройка, которая уже включена и работает достаточно давно в разделе 1С отчетность, и есть личный кабинет по работе с единым налоговым счетом, про который мы сейчас с вами и говорим. Кроме того, еще хотелось бы обратить ваше внимание вот на какую информацию. Звучит она немножко, может быть, скучновато, но тем не менее для пользователей, те, кто работает и с ЕРП, и с бухгалтерией, в общем-то, эта информация, к сожалению, достаточно значима, потому что, опять же, в связи с обновлениями и начиная с релиза бухгалтерии 147-го, он вышел 11 января, были внесены вот такие изменения, изменения в воинском учете, в расчетах на едином налоговом счете, по НДФЛ, то, что мы с вами раньше немножко подробнее проговорили, по нематериальным активам и по регламентной отчетности. Ну, регламентной отчетности – это новая форма, в основном это НДФЛ или НДС, которых мы должны, например, в НДС сейчас указывать стоимость по прослеживаемым товарам, ну, то есть, соответственно, содержатся новые данные в этих документах, но кроме этого есть небольшая, ну, даже не знаю, как лучше выразиться, если политкорректно, то ложка дегтя, поскольку изменен сам порядок формирования по налоговым счетам. То есть, вы видите на экране, что у нас теперь происходит при обновлении на последней версии, ну, собственно, 147, а уже есть и более поздние версии после 147. То есть, у нас, во-первых, удаляются все движения регистров из ЕНС. Это то, что уже в 24-м году, которые, например, успели сформироваться. Удаляются движения документов операции по ЕНС, уведомления об исчисленных суммах налогов и заявления о зачете. Документы движения за 23-й год у нас при этом не изменяются. То есть, эти движения, удаление движения, это документы за 24-й год. И после того, как мы выполнили такое обновление, нужно запустить регламентную операцию зачет авансов по ЕНС за декабрь 23-го года. То есть, мы фактически после того, как проводим обновление в бухгалтерии, мы проводим еще раз начисление налогов по ЕНС за декабрь 23-го года. Вот это, ну, скажем так, ложка тегтя. Соответственно, вот сейчас я вам вывела на экран изменения по бухгалтерии. Проговаривать я это не буду. Это просто больше справочная информация. Но, тем не менее, как вы видите, эта справочная информация, в общем, достаточно значимая. Потому что, если вы уже привыкли к прежнему алгоритму, то она будет вам, ну, скажем так, приводить в жизнь. Ну, то есть, как вы видите, специализированные регистры у нас теперь убраны. И в закрытие месяца добавлена новая операция начисления налогов на ино-налоговый счет. То есть, вот на это, обратите внимание, закрытие месяца в бухгалтерии изменилось. А в ЕРПИ, сейчас мы с вами снова переключимся на нашу демо-базу и посмотрим финансовые результаты контроллинг и интересует нас закрытие месяца. Вот у меня сейчас на экран выведено. То есть, здесь у нас особых изменений не происходило. Как вы видите, в общем-то, что программа у меня смогла сформировать по данным, которые в демо-базе есть, то она сделала. Ну и, соответственно, то, что не смогла. То есть, здесь про начисление ИНС у нас нету ссылки. То есть, соответственно, пока это не реализовано, но будет сделано в ближайшее время. Потому что, как я говорила, это, во-первых, привлекает очень большое внимание. Во-вторых, то есть, это резонансные изменения. И теперь мы немножечко с вами уделим внимание еще одному моменту. То есть, у нас есть уведомление о налоговых платежах. И есть документ корректировка налоговых, по налоговым счетам. То есть, это новый документ корректировка ИНС. Он у нас находится вот он. Так. Вот. Корректировки расчетов по налогам. То есть, соответственно, в случае, если у нас начисляются пение, штрафы, ну, то есть, какие-то фискальные платежи, то мы должны внести изменения в наши налоговые начисления. Ну, вот, допустим, вот таким образом. То есть, соответственно, мы создаем документ корректировка, выбираем вид операции, допустим, ну, либо налоги, либо пение, штрафы и так далее. И корректировка счета. То есть, если нужно внести какие-то изменения. Напомню, что если, например, у вас образовалась положительная сальдо по ЕНС, то есть, вы погасили все обязательства и у вас осталась какая-то сумма, то вы можете ей распорядиться, ну, дополнительно перечислить ее куда-то, либо в счет каких-то налогов, либо в счет, ну, то есть, распорядиться, что сделать с имеющейся суммой. Снова возвращаемся к нашим слайдикам и поговорим вот о чем, как вы знаете, в прошлом году, ну, и, соответственно, уже в этом году у нас очень сильно были изменены, была изменена ответственность и увеличены штрафные санкции. То есть, сейчас получается, что у нас есть штрафные санкции за какие-то налоговые проступки, и есть штрафные санкции, которые за неисполнение своих обязательств. Вот эти штрафы увеличены были в разы. Касается, это в основном воинского учета, статистического учета, то есть, например, за несоблюдение требований воинского учета, за непредоставление информации, за то, что, например, вы не уведомили своего сотрудника о том, что для него получена повестка или еще какие-то нужно произвести манипуляции с военкоматом. Штрафные санкции могут быть до 400 рублей. До 400 тысяч рублей, извините. Хотела напугать, сказала, что это... До 400 тысяч. То есть, соответственно, ну, во-первых, это нужно заранее посмотреть, как отражать это на... в программе в самом... при работе с самим налоговым счетом и, во-вторых, штрафы. То есть, если вы не заплатили вовремя налоги, то штрафные санкции, соответственно, от 20 до 40% от неоплачиваемой суммы, что, соответственно, если предприятие достаточно крупной, может быть очень существенной суммы. Но при этом обратите внимание, если у вас на едином налоговом счете было положительное сальдо, то в этом случае неуплата не считается нарушением, поскольку здесь уже епархия налоговых органов и, соответственно, в этом случае у вас будет либо полное погашение ваших обязательств, либо частичная оплата, но уже не будет нарушения, которое вызывает штрафы. Если вы допустили грубое нарушение в каких-то документах, то есть, например, не учли какие-то доходы, расходы, конечно, вряд ли налоговая не будет копать землю копытцами, чтобы найти ваши расходы, а вот если вы пропустили доходы, вот это да. Ну, естественно, самые большие сложности, это если вы не предоставили документы по требованию налоговых органов, обратите внимание, что если с вас запрашивают, например, в рамках встречной проверки какие-то документы по контрагенту, то у вас есть всего 5 дней по контрагенту. Если по какой-то конкретной сделке с предпринимателями, то в этом случае дней немножко больше, 10, но все равно штрафные санкции достаточно большие. И кроме этого вы попадаете во все черные списки в налоговых органах и потом, естественно, к вам будет повышенный интерес. Если вы не выполнили обязанности налогового агента, ну, сейчас это в основном у нас агентские НДС и НТФЛ, то есть, соответственно, в этом случае тоже будут штрафные санкции и высокие. Работа с кассовыми аппаратами сейчас уже немножко как бы нормализовалась, то есть, проблема не так остро стоит, уже попривыкли к тому, что кассовые операции сопровождают все телодвижения, которые с деньгами происходят. Ну, то есть, уже больше, наверное, для поддержания дисциплины в этом вопросе. потому, потому что на самом деле эти все правила уже достаточно давно, 2021-2022 года, то есть, они уже обкатаны и тем не менее, все-таки до сих пор бывают штрафы, что не пробита сумма или пробита неправильно, или выполнена неправильная операция, которая дает право обвинить вас в неприменении кассового аппарата. Вот в этом случае штрафные санкции у вас будут высокие. Нездача налоговой отчетности. Ну, как вы знаете, это самый такой, наверное, трудоемкий и доморойный процесс, поскольку в этом случае, кроме штрафа, у вас может быть блокировка счета. То есть, например, ситуация, когда вы все сделали, все посчитали, все заплатили, а вот декларацию забыли сдать, то в этом случае вы заплатите и штраф и будете потом еще бороться со снятием блокировки. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что декларируется, что налоговые органы должны в течение следующих суток после получения сведений о получении отчетности или оплаты снять блокировку, к сожалению, этот срок выдерживается не всегда и, скажем так, больше желательный, чем существующий, потому что блокировки снимаются очень долго и бывает, что и неделю блокировка может высечь и больше. смягчающие обстоятельства вот это, конечно, приятное. Плюшечка существует на самом деле тоже уже достаточно давно, но тем не менее. То есть, если вы по случайности нарушили какие-то требования, при этом сильно каялись, кричали, что никогда больше ни в жизни ни одной ногой, ни шагу налево, то, соответственно, налоговые органы могут посчитать это смягчащими обстоятельствами. Ну, например, если вы просрочили срок предоставления каких-то отчетов или сумма у вас незначительная, каких-нибудь три копейки, если не нанесли ущерб для бюджета, то есть, например, все посчитали правильно, все заплатили правильно, а декларацию дали с нарушением сроков. Ну, то есть, вот вы видите перечень ошибок, которые могут быть смягчающими обстоятельствами, соответственно, в этом случае либо к вам будут применены минимальные штрафные санкции, либо вы от них будете освободены вообще. Ну, соответственно, вот здесь обратите внимание на то, что, несмотря на то, что смягчающие обстоятельства у нас присутствуют, кроме этих перечисленных к ним относятся, например, какие-то стихийные бедствия, болезни или иные значимые события, то такие вот моменты вам все равно придется документально подтверждать. То есть, должен быть либо больничный, в котором написано, что в стационаре находились, либо какие-то другие документы, которые подтверждают наступление исключительных обстоятельств. Но вот здесь вот уже нужно позаботиться тем, что документы получить. То есть, если у вас сгорел офис, то вы должны взять справку о пожаре. Наслова налоговая таким вещам не видит. дегтя, ну вот это даже не ложка дегтя, а скажем так одна большая бочка дегтя, потому что нужно учитывать, что с 1 марса 2024 года у нас с вами будет действовать новая методика оценки рабочих мест. И соответственно, поскольку такая методика будет принята, будут изменены и вступят в силу новые документы. Вы видите их перечень на экране, то есть, это классификатор вредных и опасных производственных факторов, форма отчета о проведении спецоценки и инструкция по заполнению такого отчета. Соответственно, методика проведения классификатора вредных и опасных производств. Это два документа, которые фактически меняют достаточно сильно все сведения, которые у вас должны быть по этим разделам. То есть, вам нужно заранее озаботиться, что с 1 марта мы опять начинаем жить по-новому. Вам нужно озаботиться спецоценкой. У них сейчас как раз синокозы, и они очень заняты. чтобы к 1 марта у вас эти документы были в порядке, вам нужно уже сейчас озаботиться этой проблемой. И, кроме того, еще один момент. Сейчас мы с вами снова вернемся в демо-версию. Нашу демо-версию. Снова вернемся в регламентированный учет. Только сейчас мы уже будем с вами смотреть не единый налоговый счет. То есть, собственно говоря, единый налоговый счет. Мы с вами посмотрели, что здесь нужно, чтобы у вас была действующая электронная подпись, по которой вы могли подписать заявление на подключение, чтобы вы могли с этой подписью составить заявление на подключение сервиса и подключить сервис 1С-отчетности. Соответственно, в этом случае у вас будет работать личный кабинет единого налогового счета. Не путайте его с личными кабинетами, которые у нас есть по вот этой ссылочке. То есть, у нас есть личный кабинет налогоплательщика юридического лица, личный кабинет плательщика предпринимателя. Ну, и, соответственно, как вы видите, есть другие личные кабинеты. То есть личный кабинет ЕНС – это личный кабинет немножко в другом разделе, с другой направленностью, который помогает работать именно с налоговыми платежами. А почему я обратила ваше внимание, что мы вернулись с вами в регламентированный учет только в раздел 1С отчетность и именно личные кабинеты, потому что большого внимания заслуживает, собственно говоря, портал для работы с Объединенный социальный фонд России, бывший ФСС, как вы видите, стоит отмяточка. И вот еще тоже социальный фонд России, бывший ФСС, тоже личный кабинет. В этом личном кабинете вы можете посмотреть сведения о всяких проверках, актах, посмотреть планируемые проверки, не попали ли вы в выборку. А вот в этом личном кабинете, если мы переходим по нему, то здесь у нас кабинет для работы с электронными листками нетрудоспособности, то есть больничными листками. Как вы знаете, у нас с прошлого года обязательные больничные листы в электронном формате и прямые выплаты. То есть, как обычно, первые три дня оплачивает больничный работодатель, а после этого пособия оплачиваются уже напрямую фондом. И, соответственно, все движения больничных листков, мало того, что вы можете посмотреть в личном кабинете, сейчас они отражаются и в госуслугах, и самому сотруднику приходит уведомление, что, например, поступил больничный лист, например, фонд запросил ваше предприятие о каких-то дополнительных данных, что не может вам перечислить эти пособия и так далее. То есть информация по всем социальным выплатам у нас находится вот в этом личном кабинете. А отдельного внимания заслуживает портал статистики. Почему? Потому что и в прошлом году был большой перечень дополнительных отчетов, которые статистика вела, и в этом году был перечень дополнительных отчетов, которые разработала статистика. И, соответственно, по вот этому личному кабинету нужно зайти на сайт статистики по вашему ИНН, проверить, в какую выборку попало ваше предприятие и какую отчетность вы должны сдавать в этом году. Чаще всего это отчетность, которая связана с личным составом, с условиями оплаты и с условиями труда. Но, тем не менее, если вы увидели, что вы попали под какую-то выборку, то, естественно, вы должны сдавать отчеты, которые там перечислены. С прошлого года, точнее говоря, с 22-го года, статистика применяет реальные штрафные санкции. До этого, можно сказать, так они были декларируемыми. То есть статистика вроде как имела право применять санкции, но обычно это ограничилось тем, что вам говорили, ай-яй-яй-яй, срочно нам пришли. Сейчас статистика штрафует за нарушение сроков предоставления отчетов, за не предоставление отчетов или за предоставление недостоверных сведений. И в этом случае штрафные санкции на первый случай составляют до 70 тысяч рублей, а при повторном правонарушении до 150 тысяч рублей. И согласитесь, если стоит вопрос, что потратите 10 минут, чтобы зайти на сайт и проверить отчетность, или заплатить 70 или 150 тысяч, ну, выбор как бы очевиден. Сейчас мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдикам. А, еще хочу один вам слайдик показать. Это вот какой. Это просто памятка того, что мы с вами посмотрели, что, во-первых, вам необходимо подключение сервиса 1С-отчетность, а во-вторых, если у вас, допустим, подписка Техно, и сервис 1С-отчетность для вас платный, то вы можете посмотреть и испробовать сервис личный кабинет по ЕНС по тарифу акционному промо ЕНС. То есть вы можете выбрать тариф промо ЕНС, он вообще очень символичный, там, ну, очень-очень дружественный. И, соответственно, попробовать сервис личный кабинет ЕНС за какие-то небольшие деньги. Если вам, допустим, понравилось, то вы уже со спокойной совестью подключаете отчетность ЕНС, платите эти небольшие деньги и с удовольствием пользуйтесь личным кабинетом по ЕНС. А сейчас мы с вами снова возвращаемся к началу нашей встречи. Я хочу показать титульный лист, напомнить наши координаты и похвалить нашу компанию, что мы совершенно замечательные специалисты. Мы занимаемся полным спектром услуг по 1С, то есть и продажа, и разработка, и настройка, и любые работы, которые связаны с программным обеспечением ЕНС. Так что приглашаю вас к сотрудничеству. Будем очень рады оказаться вам полезными. И благодарим вас за уделенное нам время, за проявленный интерес. И надеемся на дальнейшее сотрудничество. На этом разрешите попрощаться. Хорошего вам дня. Всего доброго.